Братья и сестры, я прочитаю два текста. Один – это Евангелие Матфея, 28 глава, 19 и 20 стихи. «Итак, идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам». И второй текст Евангелия от Иоанна, 6 глава, 12 стих. «И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». В деле спасения людей, в деле благовестия, созидания Церкви Божьей и спасения людей есть разный труд. Вот мы слышали уже, что сеятель вышел сеять. Текст, который перед нами написан так, апостол Павел говорит, «Я насадил, а Аполлос поливал». Чтобы Бог возрастил, нужно, чтобы кто-то посеял, а кто-то поливал. И тема моей проповеди об этой заботе о посаженном, о том, что нужно поливать, сохранить, собрать, чтобы ничего не пропало. И Христос поверил, говорит, идите научите, крестите и учите дальше. И те, кто трудятся в деле спасения, говорят так, опытные, что для того, чтобы привести человека ко Христу, нужно где-то 5% усилий. А чтобы сберечь и сохранить отношение человека со Христом, нужно 95% усилий. И вот эта иллюстрация очень хорошая. В Евангелиях описаны два случая, когда Христос чудесным образом кормил народ. Вот брат читал, когда Христос накормил большое количество людей, удивительным образом, маленьким количеством пищи. Братья и сестры, давайте вспомним. Один раз Христос накормил 5000 человек и набрали 12 полных коробов. Второй раз Он накормил 4000 и набрали 7 корзин, кусочков. И вот Христос им говорит, соберите, чтобы из того, что вот, из этого маленького, что было, этого хлеба, ничего не пропало. Один брат, который был в Израиле, рассказал интересную мысль. Я никогда не задумывался, почему 12 коробов и 7 корзин. Значит, они путешествовали по этим местам. И для меня эта мысль была новая, я потом по карте посмотрел. И интересная мысль. Значит, когда Христос насыщал 5000, то вот эти люди, это были преимущественно евреи. И интересно, что три евангелиста пишут, что они подошли к Христу и просят, накорми людей. Люди голодные, нужно что-то делать, нужно их кормить. Они переживали за своих собратьев. И двумя хлебами, или там пятью хлебами, двумя рыбками накормили, и осталось 12 коробов полных. То есть здесь символически указывается, что у Христа, его хлеба духовного, для 12 колен Израилю, каждому по полному коробу, для каждого колена Израилева, Господь предлагает хлеб духовный. А вот второй случай описанный. Христос пошел в страны Тирские и Сидонские. Там исцелил дочь Ханоненки. Там за ним толпа людей шла. Мы знаем, что там преимущественно язычники жили. Потом он пошел через пределы Десятиградия. Это восточнее Галилейского моря. И там кормил людей. И вот эта толпа, это были много-много язычников. И что интересно, что здесь уже ученики не просили за людей. Они были евреями. А вот Христос им говорит, а давайте накормим людей. Они говорят, а нам нечем. А что есть? Тоже есть хлебы. Накормили и семь корзин. Но семь корзин – это семь хананских народов, которые были. То есть Христос показал, что даже для каждого из этих языческих, народов у Господа целая корзина духовного хлеба. Ну вот так они, евреи, рассматривают вот эти тексты. И вот Христос им говорит, соберите, чтобы ничего не пропало. Братья и сестры, посеять важно очень. Но не менее важно сохранить и сберечь то, что было посеяно. И чтобы не пропало. Вот это слово «пропало», оно означает, чтобы не было потеряно, чтобы не погибло, чтобы не было разрушено, истреблено. Забота учеников, чтобы то, что посеяно, оно не погибло. Не по беспечности или по злу какому-то, чтобы оно не было истреблено. И не было, и это наша забота – сберечь и сохранить. Я один случай в своей жизни запомнил, когда я своими глазами видел, как погибло то, что было посеяно. Это была самая начальная стадия. Это было у моей юности. Я со своим другом ехал в поезде. И с нами ехал тоже парень молодой, сам кавказец, национальности кавказской. И мы с ним заговорили о Боге. И это была такая беседа, настолько его сердце было открыто. Он просто смотрел, слушал, задавал вопросы. Мы всю душу влаживали ему, рассказывая, и радость такая наполнила. И вот у нас такая беседа проходит насыщенно. Мы радуемся. Слово Божие сеется. И вдруг по вагону идёт человек, такой, как сегодня мы говорим, обездоленный или бомж. Вот такой вот человек, весь грязный, всё. И просит какой-то милостынь. И вот он раз мимо нас проходит. И вот на Кавказе эти люди, они, очень их сердца открыты. И я смотрю, этот человек зашевелился сразу. Там он полез, что-то начал доставать, что-то давать. А мы сидим. Ну и как у нас мысль? А тогда много было таких. И, может быть, опыта не было. И у меня, и мысль какая. Ну, он же пойдёт, пропьёт. Да, зачем ему деньги давать? Он пропьёт всё. И мы так с другом, знаете, так спокойно переждали, пока этот человек там что-то ему дал. Мы так невозмутимо переждали. Всё, он ушёл. И мы начинаем продолжать беседу. И тут мы поняли, что мы полностью погубили всё то, что сеяли. В глазах этого человека полное отчуждение. Весь интерес ушёл. Никаких. Он для вежливости ещё там чуть-чуть. И пошёл своим делом заниматься. И мы поняли, что всё, что мы посеяли, мы просто своими руками, можно сказать, тут же и погубили. И так больно было. И почему-то этот вот пример в моей жизни остался. И сейчас я помню эту боль, когда понимаешь, что всё, что ты делал, было зря. Оно всё пропало. Ну, и есть другие примеры. Братья и сёстры, мне хочется сегодня порассуждать, что мы с вами можем сделать, чтобы сохранять посеянное, чтобы содействовать тому Слову, которое сеется, чтобы помогать тем душам, которым посеяно Слово Божие, и которые вокруг нас, и молодёжи, и тем, кто из мира приходит. Как мы можем помогать, поливать, сохранять? Для того, чтобы знать, как сберечь, я таким путём решил пойти. Я хочу порассуждать с вами о трёх причинах, почему посеянное погибает, почему оно истребляется. Три причины мы рассмотрим. И потом, что мы можем сделать, чтобы содействовать сохранению посеянного Слова Божия. Значит, первая причина, она записана в послании к Галатам. Послание к Галатам, первая глава, шестой стих и седьмой стихи. Там написано так. «Удивляюсь, апостол Павел пишет, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовою, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Я назвал эту причину «Иное благовествование». В чём оно заключалось? Когда апостол Павел проповедовал в странах Галатии Христа и спасение через Иисуса Христа, эти люди с радостью приняли Господа и Спасителя Иисуса Христа. Они получили прощение грехов. Он им рассказал о жизни с Богом, о том, что сделал Христос, о жизни в общении со Христом. И когда они ушли, пришли люди другие, которые начали говорить Галатам так. «Это хорошо, что вы приняли Христа, но если вы хотите спастись, этого недостаточно. Вам нужно исполнить закон Моисея, вам нужно обрезаться». И они начали добавлять к тому, что Галаты приняли, что ещё они должны сделать, чтобы спастись. И когда апостол Павел узнал об этом, и это сильно смутило Галатов, а там в основном язычники были, это очень их сильно смутило. И они уже готовы были всё это начинать делать и выполнять. Апостол Павел им пишет послание и говорит о том, что люди, которые принесли иное благовествование. Иное – это значит существенно отличающееся, это имеющее родовое различие, иное благовествование. И апостол Павел им писал, говорит, Галаты, боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. То есть возникла угроза гибели всего труда, который совершил апостол Павел. И он говорит, боюсь, не напрасно ли я трудился у вас. И потом говорит, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. То есть это не так безобидно. Это очень-очень было важно, чтобы они истину понимали и держались истинного Евангелия, истинного благовествования. И отвергли иное благовествование. И апостол Павел убеждал их это сделать. И почти во всех посланиях новозаветних была эта проблема. И апостол Павел писал верующим, уверовавшим, что он защищал везде истинное Евангелие, истинное благовествование. А в чём суть? Он защищал Христа. Братья и сёстры, как это происходит в наше время? Как нам понимать это и отвергать ложное и держаться истинного? Наше спасение, наше спасение, которое мы имеем, оно, можно сказать, имеет несколько этапов. В Слове Божьем есть тексты, которые говорят о том, что мы спасены. А есть и тексты, которые говорят, что мы спасаемся. И есть тексты, которые говорят, что мы спасёмся. И вот этап спасения, он длиною во всю жизнь. И есть то, что уже совершено. Слово боже, это мы спасены. И вот в этом этапе, в основном, у нас, ну, мы здравы и правильно понимаем. То есть мы спасены. Спасены через веру в Господа Иисуса Христа. От наказания за грехи наши. Спасены от гибели. Спасены от вины. Мы спасены Господом Иисусом Христом. И мы вступаем в новый этап. Или вот кому мы проповедуем, да? Человек покаялся, он принял Христа. Какой-то этап его жизни уже завершён. Но потом слово боже говорит, что мы сейчас спасаемся. То есть наша жизнь, мы совершаем наше спасение. То есть фактически это процесс освящения, который мы с вами проходим. И вот здесь, на этом этапе, точно так, как на первом этапе, основание нашего спасения, фундамент нашего спасения – это то, что совершил Иисус Христос. Точно так, на втором этапе основание нашего освящения, основание нашего совершения спасения – это служение Иисуса Христа. Он сейчас совершает первосвященническое служение перед Богом. Он посредник между нами и Богом. И идя по этой нашей жизни, идя за Христом, наша задача, наша задача, апостол Павел писал в первом послании Коринфянам, «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое вы приняли, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете до конца». То есть, мы спасаемся Евангелием, мы спасаемся Христом. Вот это очень важно понимать. Какая у нас есть проблема? Мы понимаем, что наша вера, наше хождение перед Господом, она должна выражаться в делах праведности, в добром плоде. И мы очень, можно сказать, сосредотачиваемся и направляем наш взор на добрый плод, который должен быть в нашей христианской жизни. И вот здесь есть один момент такой, есть одна опасность. Мне почему-то в последнее время очень много пришлось с этим столкнуться и объяснять, и утешать кого-то. Значит, Иисус Христов сказал так, «Дерево доброе приносит плод добрый». Дерево доброе приносит плод добрый. То есть, добрый плод зависит от того, какое дерево. В Евангелии от Иоанна 15 главе Он сказал, «Я лоза, а вы ветви». И если ветвь на лозе, то она приносит плод добрый. Если ветвь нарушена связь с лозой, плода доброго не будет. То есть, наша праведная, победная жизнь, наши добрые плоды, они полностью зависят от наших отношений со Христом, от нашей веры во Христа, от нашего близкого общения с Ним. И если мы имеем близкое общение со Христом, если мы им живем, если мы к Богу приходим через Иисуса Христа каждодневно, то праведная жизнь – это естественный результат наших отношений со Христом. И по-другому быть не может. И если что-то не получилось, то снова человек приходит к Иисусу Христу, через Иисуса Христа к Богу, к престолу благодати, обретает милость, благодать для благовременной помощи. И вот так совершается спасение. Но какая опасность здесь есть? В своих переживаниях о наших неудачах, о том, что не получается, и даже, наверное, в наших советах, вот если так проанализировать, тем, кто к нам приходит за помощью, мы очень часто начинаем концентрировать внимание на самих результатах, на плодах, на делах. И когда человек, у него что-то не получается, мы говорим, что нужно делать, какие усилия применять, мы советы даем. В какой-то мере где-то это может быть правильно, но здесь есть опасность подмены. Какой подмены? Здесь есть опасность подмены, что мы сосредотачиваем наши усилия на делах, на плодах, на видимом результате. И, можно сказать, делаем это основанием к нашему доступу к Богу. Если у нас всё получается, у нас есть дерзновение, мы как бы ближе к Богу. Когда у нас не получается, мы приходим в уныние, в отчаяние. И порой даже, ну вот, кто-то говорит так, что я обещал Богу, что больше я такого никогда не сделаю, но я снова так поступил, снова и снова. И я уже не могу к Богу глаза поднять. Христианство – это не для меня. Мне нужно уходить в мир. И люди порой стоят на грани такой вот. Почему? В чём ошибка? В чём? В чём? Что произошло? Произошла подмена. То есть, подмена человек верующий, тот, кто пошёл за Господом, кто получил прощение, возрадовался, столкнувшись с реальной христианской жизнью, с искушениями, он взор свой сводит со Христа на себя. И к Богу приходит на основании, хочет прийти на основании своих добрых дел. Хотя единственный путь к Богу только через Иисуса Христа. И вот здесь он такой тонкий момент, но очень важный. Очень важный. И что интересно, если честный христианин, честный вот этот борец, он говорит так, что удивительно, сильно страдание, когда не получается. Но как только начинает получаться, что происходит, вдруг честный человек замечает, что как только у него начинает получаться, он как-то в своих глазах сразу же вырастает. Он сразу смотрит на других, у кого не получается, свысока. Сразу в душе появляются какие-то чувства такие о своей значимости. И по милости Божьей, я так скажу, братья и сестры, снова какая-то неудача, все это милость Божья. Для чего? Для того, чтобы понять этот мучительный урок, что к Иисусу Христу мы приходим к Богу только через Иисуса Христа. И вот приходится много раз падать и подниматься, смиряться, чтобы усвоить этот урок, чтобы не сместить Христа с Его места, не заменить Христа какими-то своими заслугами, делами, праведностью. А это так приятно для нашей плоти, это так приятно для нашего Я, что Я чего-то достиг, Я чего-то. И мы здесь приходим в беду такую. Августин сказал так, что суть греха, суть греха – это подмена, это перемена местами. То есть, когда мы хорошие вещи сами по себе, и это вещи хорошие, но когда мы поменяли местами, это уже грех. Ну, допустим, Христос говорит возлюбить Господа на первом месте, возлюбить жену детей на втором, да? Вот смотрите, две хорошие вещи. И Господа любить, и жену любить, и семью, да? Но, как только мы меняем приоритеты, так, значит, тоже любим, но в первую очередь ближних, а Господу второе – уже неудача, уже грех, и мы не сможем даже ближнего любить по-настоящему. Все должно быть на своем месте. Так вот и здесь, в нашей победной жизни, в нашем совершении спасения, суть Евангелия какая? Что мы приходим к Богу только через Иисуса Христа. Это неизменно, это не зависит от наших удач или неудач, это не зависит от наших успехов или нет. Через Иисуса Христа, нашего первосвященника, мы приходим к Богу, и задача наша – иметь с Ним близкое общение. И если это будет, то у нас будут получаться добрые плоды, добрые дела, потому что они зависят от наших отношений с Ним. Поэтому очень хочется, чтобы мы поняли, что нам нужен наш взор, который направлен на кисть виноградную, отвести от этой кисти и наш взор направить на эту вот точку соприкосновения вот лоза Иисус Христос, и вот мы веточка, и вот наше общение с Ним, наша близость с Ним, наша молитвенная жизнь, наша любовь к Слову Божьему. Вот это вот на основании близости с Ним вера наша укрепляется, и мы приходим к Богу. А отсюда естественный результат – это наше спасение, наше освящение, наши добрые дела. И вот здесь очень большой камень преткновения порой, когда кто-то… Результат разный. Кто-то приходит в разочарование, в безвыходность какую-то, и хочется идти за Господом, но понимает, что у него не получается. Кто-то начинает лицемерить. То есть мы со временем смотрим, как один брат мне говорил, я, говорит, плачу по несколько часов перед Богом за каждый грех, а потом посмотрел, а тут рядом со мной брат живет и спокойной совестью, и делает не так. Так а чего я? И кто-то начинает лицемерить. То есть суть – прятать внутрь, а заботиться о том, чтобы иметь вид благочестия. Это тоже нехорошо. Это тоже в какой-то мере гибнет Слово Божие. А кто-то в какие-то дела, распущенность какую-то, опускается в грехи, разные пути гибели. Но суть одна и та же. Суть – иное благовествование, то есть иное понимание. Братья и сестры, очень важно нам самим это понимать и другим помогать, нашим братьям и сестрам, тем, кто только пошел за Господом. Всякий раз, при любых трудностях, наша задача – помочь человеку поднять взор на Христа и сблизиться с Ним, довериться Ему, иметь с Ним близкое общение. И вот Акила и Прискила, помните, когда Аполлос пришел, горел духом. Но он не точно знал путь Господень. Они ему подсказали, научили. И после Аполлос сам стал, что делать? Поливать вот эти всходы. Ну, еще две причины. Скажу уже кратенько, братья и сестры. Вторая причина, я назвал так – иные люди. Иные люди. То есть первая причина – иное благовествование, вторая причина – иные люди. У людей, которые идут за Господом, которые услышали благую весть, у них есть очень правильное представление, какими должны быть мы, дети Божьи, какие мы должны быть верующие, братья и сестры. И когда они сталкиваются с нами и видят, что мы не то, чем должны быть, конечно, бывает разочарование и тоже погибель. И очень хорошо описано в послании Иуды вот эти иные люди, которые отвращали многих от веры, разрушали, губили вот это посеянное. В послании третьем Иоанна Диатреф, который в церкви тоже господствовал, не допускал. То есть те люди, которые должны быть настоящими христианами, но они не являются. И не надо думать, что это какие-то люди особые. Каждый из нас может стать таким человеком. Здесь эта причина исходит из первой причины. Братья и сестры, если мы имеем с Господом близкое общение, это то, что приносит нам глубочайшее удовлетворение и восполняет наши нужды как личности. Нам всем хочется что-то значить, каких-то иметь уважения, иметь доброе отношение к себе, чтобы нас любили, чтобы нам быть в авторитете, чтобы нас уважали. И все это мы можем получить через общение со Христом. Все это можем получить. Но если мы этого не получаем, мы хотим это получить от наших близких. И понимаете, в нашей христианской жизни, в наших взаимоотношениях мы, не имея от Христа это, мы ведем себя так. Допустим, мы какое-то служение совершаем, нам хочется показать, какой я, чтобы меня уважали, чтобы об мне хорошо подумали. И вот это очень чувствуется людьми. И не имея от Христа этого, мы становимся людьми в наших взаимоотношениях. Мы разрушаем, рушим это посеянное Слово Божие. Потому что мы не такие, как есть. У нас проявляется наш эгоизм, наше «я». В каком-то деле, в добром самом, в благовидном служении. Нам хочется показать, какой я. Нам хочется, знаете, найти недостатки у другого. Для чего? Для того, чтобы себя повыше, даже в своих глазах почувствовать. А это очень-очень ощутимо. И вот это очень сильно разрушает у людей веру и посеянное Слово. Поэтому нам очень важно самим иметь близкие отношения со Христом, чтобы быть настоящими христианами. Ну и третья причина – это иное состояние. Я ее так назвал. Иное состояние. В Евангелии от Иоанна Иисус Христов сказал ученикам такие слова. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Братья и сестры, вот это тоже, та атмосфера, которая есть, тот наш внутренний мир, он исходит из какие наши отношения со Христом, насколько мы понимаем Евангелие, насколько мы принимаем Евангелие и живем вот этой вот радостной, полноценной евангельской жизнью. Тогда в нашем сердце любовь, атмосфера любви. И вот здесь не будет равнодушия. Я хочу немножко заострить внимание. Равнодушие – это не просто нейтральное состояние. Равнодушие – это крайне негативное состояние. Когда, да, там где-то цыгане каются, да, что мне до них? У меня своя жизнь. Я, я, или там кто-то кому-то засвидетельствует, все. Кажется, я же ничего плохого не делаю. Я не против, пусть. Но синоним слову жестокосердия является слово безразличие и равнодушие. Это по сути своей то же самое. Поэтому, чтобы не было у нас этого состояния. Итак, что нам нужно делать, чтобы содействовать в деле благовестия? Чтобы каждый из нас мог, если где-то посеяно слово, полить, сохранить, сберечь, не погубить. Как-то получилось у нас общение с молодежью. Мы почти всю ночь просидели, вот, и они делились своей болью. Молодежь из большой церкви, они делились своими знакомыми, которые вроде бы тянулись к Богу, но потом встретились то ли с кем-то из людей, то ли с отношением каким-то неправильным, то ли с тем бременем, которое на них налагали, или с необходимостью что-то делать, выполнять, и потерялись. Кто-то ушел в мир, и они делились своей болью и говорят, задают мне вопрос, что мы можем сделать, чтобы этим людям помогать, что мы можем сделать, чтобы сберегать вот это. Мы маленькие в церкви, мы не имеем должностей каких-то, мы не имеем какого-то влияния, но мы хотим, у нас душа болит, как нам помочь этим людям? Они мне задали такой вопрос, и я знаете, как ответят, вот я хочу сейчас и вам такой совет сказать, что мы, каждый лично из нас может делать? Самому быть настоящим, настоящим, не иным, а настоящим, то есть Евангелие, которое я верю, которое жить этим Евангелием, то есть жить Христом, иметь близкие отношения с Иисусом Христом, иметь отсюда будет естественно мое состояние, доброе будет состояние, всегда радостное, всегда вот с любовью к окружающим, да, и люди, которые могут думать, что христианство это какие-то запреты, это что-то, что я так не смогу, что я не смогу сегодня, глядя на нас, он думает, ну а у него-то получается, он-то живет, да, и люди даже нашим примером будут вдохновляться. Самое сильное влияние это то, что мы даже не знаем, но мы распространяем, просто мы живем настоящей христианской жизнью, то есть понимать Евангелие, знать его суть, жить в близком общении с Господом и любить. И вот это то, что обязательно найдутся люди, которые и мы сможем помочь, и совета будут спрашивать, или кто-то просто, глядя на нас, получит поддержку, и это слово посеянное, оно сохранится. Ко мне одна девочка недавно подошла, а я уже наблюдал за ней какое-то время, и смотрю, она стала какая-то другая, она стала какая-то жизнерадостная, она такая вот непосредственная, она начала активно участвовать в служении, и все так естественно у нее просто, и она мне говорит, дядя Миша, я, говорит, так полюбила Бога, а ей 14 лет, я так полюбила Бога, я так полюбила Слово Божие, и она такая радостная, и она говорит, а у нее братики есть младшие, и она мне говорит, я со своими братиками сейчас провожу собрание, я, говорит, их сажу и читаю голову из Библии, и на их языке им объясняю, 40 минут проходит, чтобы голову прочитать, но я, говорит, стараюсь для них, и я вот думаю, вот это естественный результат, да, смотрите, она, ну, там есть папа, есть мама, есть, может быть, еще кто-то, но вот она полюбила Бога, и она смотрит, братики тут чем-то там занимаются, без дела, может быть, или, и она, она их садит, она им читает Слово Божие, она им рассказывает, она им объясняет все, и я думаю, вот она, суть той, как мы можем сохранить, сберечь, помочь, как мы можем поучаствовать в деле, полить, вот самому быть таким, и тогда мы не сможем пройти равнодушно мимо братика, этого маленького, мы не сможем пройти равнодушно мимо того, кому только что посеяно Слово Божие, мы не сможем мимо цыган пройти, да, мимо, мы не сможем, это будет естественной нашей жизнью, братья и сестры, поэтому Христос, Христос, Он наш первосвященник, Он наше спасение, суть Евангелия это не какие-то законы, заповеди, суть Евангелия это отношение со Христом, отсюда святая жизнь, отсюда святые чувства, отсюда любовь, отсюда атмосфера в церкви, отсюда мое внутреннее, отсюда мои мотивы, намерения, отсюда я настоящий, я не иной, я не поддельный, я не перевернутый, они превращали благовествование, Агустин сказал, беда, когда переворачивается все, когда все меняется местами, но я настоящий, и это мой самый большой вклад в дело Евангелия, братья и сестры, и мое пожелание, и себе, и всем вам, давайте быть настоящими, аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!